С 8 по 12 декабря в спорткомплексе Олимп прошел чемпионат Краснодарского края по волейболу. Среди мужских команд. Лобинск представляли спортсмены спортивной школы игровых видов спорта в следующем составе. Мезенцев Игнат, Мезенцев Дмитрий, Никишин Сергей, Ткаченко Николай, Колесников Владислав, Дубровин Захар. Бывшие воспитанники Нечаева Александр, Германов Александр, Волгов Юрий, Шубарь Сергей, Лебединский Александр и Шишкин Виталий, воспитанник Иванкин Алексея. Тренер этой команды Александр Нечаев в ходе игры места распределились следующим образом. Первое место заняла команда города Лобинска, второе место команда ДНР. Литаи Фали, второй тренер сборной ДНР. Сегодня игра была очень сложная, играли с местной командой, с Лобинском. Игра была довольно-таки интересная. У нас были определенные трудности. Как-никак сюда первый раз приехали. Команда соперников чуть-чуть сыгранная. У нас мы собрались за неделю, за два до выезда, потому что это сборная. После того, как провели свой кубок ДНР, лучшие игроки собрались для выезда в Краснодарский край поучаствовать в чемпионате. Команда довольно-таки интересная. Я думаю, много молодых игроков перспективная. Ну, столкнулись с более сильными, опытными соперниками. Очень было интересно со всеми командами сыграть. Каждый по-своему нас удивлял. Ну и третье место заняла команда Мостовского района. Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждены медалями, кубками и почетными грамотами Министерства спорта Краснодарского края. В связи с тем, что команда Краснодарского края играет в мужской чемпионате России и высшей лиге «Б», и согласно регламенту Единой Всероссийской спортивной классификации, чемпионы Краснодарского края получат спортивное звание кандидат в мастера спорта по волейболу. Чемпионат состоялся у нас, в принципе, я считаю, достойно. Судьи отсудили очень прекрасно все соревнования. Соперники наших команд, ну, больше мы сопротивлялись, наверное, не за первое место, а играли с мастовской командой. Там упорнее, мне кажется, была игра. По нашим игрокам у нас состав был собран из опытных ребят, взрослых и молодежь, которые 2005 года рождения, ребята. Они не подкачали, поддержали, даже иногда играли лучше, чем взрослые, опытные игроки. Хотел бы отметить Дмитрия Мезенцева, который выходил с замены и удачно уходил, сделал, переворачивал игру. И Дубровина Захара, хочу отметить, очень отлично отыграл из молодых игроков. В Астрахани состоялся второй этап первенства ЮФО и Северо-Кавказска федерального округа всероссийских соревнований по гандболу среди юношей до 16 лет. В соревнованиях принимали участие сборные команды ЮФО. Город Ростов, город Астрахань, Краснодарский край, город Волгоград, Ставропольский край, город Краснодар. Краснодарский край вышел в полуфинал, который состоится в марте. За сборную команду Краснодарского края выступали спортсмены спортивной школы «Олимп» Лобинского района. Леонюк Михаил и Лазутов Данил. Тренирует ребят Борис Кожарин. Команда сборного Краснодарского края 2007 года рождения, в которой присутствовали тоже ребята наши из Лобинского района, приехала в социональных соревнований с города Астрахани. И вышли они дальше, эта команда вышла в полуфинал. Полуфинал состоится где-то весною, в марте. Команда достойно сражалась и получила право выступать в полуфинале. Надеемся, что в полуфинале мы выступим достойно, чтобы попасть в финал, ну и в финале, естественно, показать себя. Воспитанники спортивной школы «Олимп» Хривнюк Михаил и Данил Лазутов представляли Лобинский район сборной Краснодарского края. В Краснодаре 14 декабря прошел чемпионат по пауэрлифтингу «Спортлиц» с поражением опорно-двигательного аппарата на базе спорткомплекса «Труд» ФСКИ «Искра». В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 9 муниципальных районов Краснодарского края. Лобинский район представило отделение адаптивной физической культуры на базе спортивной школы игровых и дэвспорта в количестве 4-х участников. В личном зачете по итогам соревнований заняли среди женщин весовой категории до 61 кг Елена Калошина – первое место с результатом 67 кг. Среди мужчин весовой категории до 65 кг Виталий Демьяненко – второе место с результатом 61 кг. В категории до 107 кг Алексей Головань – первое место с результатом 187 кг. Он, кстати, тренирует спортсменов. В категории свыше 107 кг дебютировал Александр Прошин и занял первое место с результатом 116 кг. Спортсменов наградили медалями и грамотами. Поздравляем их и тренера с успешным выступлением. С 10 по 12 декабря в станице Архангельское прошел краевой турнир по тэквондо Перинстокубани. Лобинская команда под руководством тренера Гранта Гасьяна приняла участие в данных соревнованиях. По итогам турнира бронзовую медаль завоевал Якупов Денис. 12 декабря в спортшколе «Единоборств» прошел турнир Лобинского района полки Огусинкай, посвященный Дню Героев Отечества. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов. Это воспитанники тренеров Елизаветы Стрельниковой, Сергея Чеботарева, Романа Художина и Ильи Мельникова, а также спортсмены клуба «Альфа». Турнир проходил в двух дисциплинах – кумите и ката. Однем раньше в Армавире прошло первенство Армавира полки Огусинкай, в котором приняли участие более 200 спортсменов из городов Армавир, Краснодар, Новороссийск, Ипатово, Лобинск, Ставропольский край. Наши ребята под руководством тренера Сергея Чеботарева приняли участие в этих соревнованиях и показали следующие результаты. На первом месте Дорохов Дмитрий, Филиппов Станислав, на втором месте Чеботарев Андрей, Монаширов Дмитрий, Хмелевский Дмитрий, Чистяков Андрей, Агаев Ислам. Третье место – Хмелевская Мария, Шишкин Эдуард, Волощенко, Ангелина и Денис Маточкин. В этих соревнованиях также принимал участие клуб «Альфа» и показал следующие результаты. Возраст 6-7 лет до 30 кг, третье место – Родницкий Марк, до 25 кг, третье место – Леонова Анастасия, до 40 кг, второе место – Иванов Александр. Возраст 8-9 лет до 30 кг, второе место – Щеголихина Елизавета, первое место – Макаренко Мирослава, возраст 10-11 лет до 40 кг, третье место – Вернс Наталья, до 45 кг, второе место – Скрылев Константин, до 50 кг, третье место – Шитов Иван. Возраст 12-13 лет до 35 кг, на первом месте – Назаренко Алексей, до 45 кг, третье место – Артеменко Риана, до 55 кг, второе место – Блибикова Милана, возраст 14-15 лет до 45 кг, на первом месте – Гогохи Игорь, до 50 кг, на первом месте – Петросян Олег. С 10 по 12 декабря в Геленджике прошли краевые соревнования Кубок Черного моря по Ушу Саньда. В этих соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Краснодара, Старого Оскола, Геленджика, Ростова-на-Дону, Анапы, Севастополя, Новороссийска, Воронежа, Адыгейска, Галича, Шовгенова и команда спортивной школы «Единоборств» под руководством тренеров Гаррия Сатриана и Ирины Никульной. Соревнования прошли в дружеской обстановке, наши спортсмены выступили достойно. По итогам командного зачета воспитанники спортшколы «Единоборств» Лобинска завоевали Кубок за третье место.